Звуковая новелла «Голоса осени» Непременный звуковой атрибут осени Скажите, а как вы еще слышите осень? Да-да, именно слышите Мы знаем золотая осень, багряная осень, печальная осень, щедрая осень Но это все относится к цвету, вкусу А звуки осени? Помимо курлы, то не журавли Что вы еще слышали из звуков осени? В лесу чуткая насторожная тишина Птицы приумолкли И все-таки, если мы с удовольствием слушаем весенний птичий концерт И звон ручьев И летний гул шмелей, и стрекотания кузнечиков То и тихой осени есть чем нас поделить Ну вот, например Слышите, как это страшно? А если представить себе Что эти звуки раздаются в кромешной тьме осеннего леса? Ну вот, вы уже немного привыкли к этому реву И, наверное, теперь еще слышите в нем Не только звуки, устрашающие соперника Но и силу И страсть А значит, торжество жизни Это называется олень на реву Осенью У лосей и других видов оленей Происходит образование семей И вот этим ревом Бык утверждает свои права Как глава будущей семьи Но если это будут оспаривать То ему придется подтвердить Свои претензии не только голосом Но и остротой И прочностью рогов Когда мы говорили о том Что в осеннем лесу Не слышно голосов птиц Мы были не совсем правы Безусловно, птицам не до веселья В них хлопотливые сборы В очень дальнюю и тяжелую дорогу Но, как и у людей Характер у них разный Одни собираются молча Сосредоточенно А другие Вот скворцы Отличаются базарным характером Хотя и добродушными Вот вся эта суета Проходит у них Без ссор и драк Крикливые и шумливые И более крупные представители пернатых Гуси Они собираются Перед отлетом в большие стаи И если вам вдруг доведется Ночевать поблизости От места их сбора То под такой гвалт Вы вряд ли уснете Утки не обладают Такой силой голоса И вообще более сдержанные Особенно селезни Но никакая уважающая себя уточка Не откажется от удовольствия Пролететь на прощание С кряканьем над родным водоемом Если перелетные птицы Готовятся к путешествию То звери лесные Готовятся к зимовке И значит в первую очередь Заготавливают пропитание Слышите эти странные звуки? Это сокает белочка Она как раз занималась Организацией кладовой А мы вдруг обнаружили ее Вот она и сердится Очень сердится Когда на землю ложатся сентябрьские сумерки Вспыхивают первые звезды Можно услышать и такой голос Если вы его и не слышали То наверное догадались Это вой волка Вернее надо думать волчицы Потому что к этому времени Ее волчата уже подросли Превратились во взрослых волков И шастают куда хотят Но матерый это знает Что надо держаться дружной семьей Впереди суровая зима У нас тут конечно прозвучали далеко не все интересные голоса осени Но если вам удастся услышать эти Или хотя бы часть этих голосов не на пластинке А в живой природе Считайте себя счастливчиком Мало кому удавалось слышать и переживать это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok